Зимой хочется еще больше тепла и уюта, ну и чего-то горяченького Ну собственно, Ксюш, поэтому мы тебя в эту передачу пригласили А мы с Мишей решили пойти еще несколько иным путем и посетили кофейню Грифель на Московской Да, оценили совершенно новый интерьер, ну и конечно же согрелись приятным вкусом кофе Друзья, давайте посмотрим сюжет Друзья, наконец-то выпал снег, и Николаев превратился в зимний Николаев И как нельзя более актуально стоит вопрос, где же можно согреться Именно с целью согреться мы пришли в кофейню Грифель на Московской Ну что ж, о чем нас порадует кофейня Грифель, нам расскажет Бористо Виталий Виталь, слово тебе Сегодня я приготовлю для вас кофе в сифоне Это один из самых, можно сказать, старых способов приготовления кофе Он берет свое начало еще с середины 19 века Альтернативное название сифону – габет Назван он так в честь Уи Габета, человека, который первый запатентовал этот способ в 1844 году Принцип сифона заключается в том Он состоит из двух колб, нижняя и верхняя В нижнюю колбу заливается вода и нагревается при помощи горелки Она может быть газовой или обычной, это не имеет значения Также разновидностей сифонов очень много Сейчас вода нагревается и молекулы воды расширяются И она начинает под давлением подниматься в верхнюю часть колбы После чего мы засыпем туда кофе и будет проходить процесс экстракции Он будет длиться в течение минуты-полторы, не больше В свое время этот способ утратил свою популярность Из-за того, что появились профессиональные спрессомашины Также стекло в те времена вот это вот И это, оно было не жаропрочным И оно часто лопалось, трескалось В общем, непрактичный был способ Но сейчас японцы придумали жаростойкое стекло Которое выдерживает температуру И, так сказать, старая школа возвращается Готовим кофе мы из стопроцентной колумбийской арабики В сифоне кофе получается насыщенный Но при этом вкус его довольно-таки деликатный Его можно также сравнить с кофе по вкусу, который приготовлен в турке То есть довольно-таки похожий Он готовится при очень высокой температуре И хорошо вываривается Кофе перемешивается для того, чтобы лучше заварился Но важно его постоянно не мешать Иначе он просто слишком быстро заварится И вкус его будет горелый, пережженный, то есть он не раскроется Ему нужно постоять, повариться Сейчас мы убираем горелку Температура начинает падать И в нижней колбе создается вакуум, который втягивает обратно весь кофе При этом жмых остается через фильтр здесь И мы получаем насыщенный кофейный напиток Снимаем верхнюю колбу Даем кофе насытиться кислородом Ваш кофе готов И вот он волнующий момент дегустации Прошу вас Хочу сразу отметить, что такой кофе стоит пробовать без сахара Для того, чтобы сполна ощутить весь его вкус И аромат Я второй глоток сразу Поделись впечатлениями, расскажи Я не смогу описать все, что я чувствую, когда пью этот кофе Я скажу лишь, что я готов пить такой замечательный кофе хоть каждый день И знаешь, что очень важно? Такой напиток позволит тебе на протяжении всего дня сохранять заряд энергии, бодрости, ну и, конечно же, хорошего настроения Ну что ж, друзья, сейчас мы предлагаем увидеть вам еще два альтернативных вида приготовления кофе Аэропресс Его еще называют по-другому домашние эспрессо Это один из, наверное, самых молодых способов заваривания кофе Он очень прост в применении Здесь идут, сделают вот такие колбы Принцип шприца медицинского То есть кофе выдавливается Идет фильтр, который мы кладем сюда Его обязательно нужно смочить горячей водой Чтобы кофе не имел вкус бумаги После чего мы засыпаем кофе Заливаем его водой Этот метод был изобретен в Америке И имеет там очень большую популярность Не доливаем буквально 2 сантиметра до верха Даем кофе завариться В течение минуты, полминуты Кофе по вкусу напоминает эспрессо Очень насыщенный Теперь надеваем фильтр Переворачиваем И выдавливаем Давить нужно равномерно Без рисков Наш кофе готов Cold brew Что в переводе означает холодное заваривание Этот метод заваривания известен с 17 века Датские колонисты приехали в Японию И показали им этот способ После этого японцы Им очень понравился этот способ заваривания И вот до сих пор они его используют Он обрел там очень широкую популярность Смысл заключается в чем В колбу кладется один фильтр Смачивается обязательно горячей водой Это очень важно, чтобы Опять-таки повторюсь Кофе не имел привкус бумаги Дальше насыпается кофе Дубого помола Мы используем нашу стопроцентную колумбийскую арабику И кладется еще один фильтр И также смачивается горячей водой В колбу верхнюю насыпается лед И наливается очищенная вода Можно делать это без льда Можно со льдом После чего открывается краник И кофе должен по капле в секунду Вода должна прокапывать Это очень длительный метод заваривания Он длится на протяжении 6-8 часов Вот так Капелька в секунду Вода прокапывает через кофе И получается такой копейный настой Вкус абсолютно другой Он отличается от остальных методов заваривания Также область его применения очень широкая Его можно смешивать с чем угодно С фрешами, с соками, с алкоголем, с молоком То есть фантазия безгранична Друзья, мы уже полтора часа Замечательно проводим время в кофейне Гриффель И самое время подвести некоторые итоги Что конкретно для себя я могу отметить? Мне безумно понравился абсолютно новый интерьер Который выполнен в стиле стимпанок Также уникальность этого заведения для нашего города Состоит в том, что это единственное заведение в Николаеве Которое может порадовать вас Питью альтернативными видами заваривания кофе Ну и конечно же кофе Кофе это тот напиток, который согреет вас в такую холодную погоду Несмотря на то, что конкретно вот этот вид кофе Cold Brew подается со льдом Он все равно здорово согревает Ну что ж, приступим к дегустации Здравствуйте, я могу вам чем-то помочь? Меня зовут Сергей, я ревизор И согласно Конституции Украины Я имею право проверить ваше заведение А давайте я вам помогу с верхней одеждой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok